Появились сведения, которые реально настораживают. Кстати, я не нашел отображения в широких средствах массовой информации. Об этом сообщила только команда Deep State. Хотя это событие, мне кажется, очень судьбоносное и ключевое. Ключевое именно для создания новой мировой системы. Дело в том, что Китай, я так понял, решил предпринимать шаги по созданию антиамериканской коалиции. Китай пошел на компромиссы и уступил в спорных территориях Индии. Индия и Китай на полях саммита BRICS в Казани. Что там Путин делал, их не волновало. Но Си встретился с МОДИ, с премьер-министром Индии, и они договорились. Они подписали договор в рамках этого соглашения о прекращении военного противостояния на спорной гималайской границе между Китаем и Индией. Помните, я вам рассказывал, что они там для того, чтобы избежать конфронтации, чтобы не началось кровопролитное противостояние, они позабирали у войска оружие и реально перешли на Средневековье. Кидались там камнями и палками друг в друга. Но при этом оружие все было рядом, под рукой у войска, и техника все там стояло готовое пойти в бой. Так вот, вот это соглашение, заключенное между Индией и Китаем, о отводе войск из вот этого спорного региона. На спорной гималайской границе войска, находившиеся лицом к лицу в двух точках на границе, в индийском регионе Ладак, на западе Гималая, начали отступать. Также в рамках саммита на Москве состоялась встреча лидеров, я уже сказал, Сидзипини и премьер-министра Индии Модди. Данное соглашение и встреча могут свидетельствовать об оттепеле в отношениях между двумя странами. Я вам скажу, что если Китай помирится с Индией, и вот это там, там очень, кстати, маленький кусочек территории, если они пойдут на компромисс, а судя по отводу войск, индийских войск из этого района, значит компромисс достигнут, и Индия начнет с Китаем налаживать отношения, то такой союз Индии и Китая, плюс Рашистская Федерация в качестве сырьевого придатка для обеспечения обоих стран газом, нефтью и вооружением в том числе, потому что Индия основной покупатель рашистского вооружения. Там немцы пытаются сейчас перетянуть их на свою сторону, Ryan Metal пытается там создать условия для индийских покупателей оружие, продать немецкое, но пока Индия остается приверженцем покупки рашистского вооружения. Да, приостановили, но не отказались. Тем более, что они не могут порвать полностью, потому как техническое обслуживание, ремонт и обеспечение запчастями остается за Рашистской Федерацией, как в авиации, так и в танках и артиллерии. Вот в чем вопрос заключается. Так что вот этот тройственный союз, если союз Индии и Китая состоится, то я вам скажу, что это совсем другое очертание нового миропорядка или нового расклада сил в мире, в геополитическом плане. Россию я здесь не беру, Китай будет использовать Россию, ну Индия ее, они оба ее уже используют, имеют в качестве придатка, я уже объяснил. А вот Китай еще может воспользоваться и ядерным потенциалом Рашистской Федерации, что для Соединенных Штатов будет крайне-крайне проблематично, я так думаю. Так что будем ждать реакции. Это очень важное событие, странно, почему его не освещают в мировой прессе и все как-то так молча к этому относятся. Далее, Северная Корея поставила России оружие на миллиарды долларов. Об этом сообщают исследователи немецкие. С началом полномасштабной войны Рашистской Федерации в Украине Северная Корея передала Москве оружие на сумму приблизительно где-то между 2 и 5,5 миллиардами долларов. То есть приблизительно сумма минимум на 2 миллиарда, максимум на 5,5 миллиарда. Указывается в исследовании немецкого фонда Фридриха Наумена, обнародованном 28 октября, то есть сегодня. По информации спецслужб Южной Кореи, Пхеньян поставляет Рашистской Федерации главным образом артиллерийские снаряды и ракеты малой дальности. Ну, типа КН-23. Россия производит только треть боеприпасов, используемых в войне против Украины, то есть против нашей страны. Это уже расследование провел Блумберг. И они посчитали, что остальные 70% составляют союзники. 60% Северная Корея и 10% из Ирана. Северная Корея уже передала Рашистской Федерации около 8 миллионов артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 миллиметра. А также около 100 ракет Хвасон-11 и противотанковых ракетных комплексов Бульсе-4. Пишет издание Блумберг. Доходы Северной Кореи от военного сотрудничества с Рашистской Федерацией могут увеличиться на сотни миллионов долларов, если в войне против Украины будут задействованы северокорейские войска. Отмечается далее в публикации. Так что глава Южнокорейского отделения, вот этого фонда немецкого, который проводил расследование Фредерик Шпор, также отметил, что война в Украине ухудшила ситуацию с безопасностью в Восточной Азии. Россия и Северная Корея прилагают усилия, чтобы дестабилизировать международный порядок. Ну да, в Северной Корее появились деньги. И сейчас, я думаю, что Ким Чен Ын будет выдавливать, давая солдат, будет выдавливать из Путина ракетные и ядерные технологии для совершенствования своего вооружения. Так они довольно отсталая страна в плане технологий вооружений. Но, видите, запасы и остальное у них есть. Я думаю, что и Китай помогает в этих 60% северокорейских снарядов. Я думаю, что львиная доля это китайские боеприпасы. Тяжело очень отличить. Ярлыки с иероглифами можно переклеить и китайские на северокорейские. Тем более, они не сильно отличаются. Поэтому здесь, я думаю, что мировому сообществу, если они будут дальше тянуть волыну с решением проблемы Северной Кореи, то это может вылиться совсем в другие расклады, которые есть на сегодняшний день. Именно то, к чему стремится Путин. К усилению Китая. И, соответственно, он за этот счет хочет усилить позицию Российской Федерации на геополитической арене. Рейнметал уже работает в Украине. Первый немецкий завод запущен. Вскоре планируется запуск второго завода. Помните, мы говорили с вами? Тогда сроки оговаривались, кстати, конец весны, начало лета. Немножко подзадержались. Но, тем не менее, самое интересное, что они четыре завода строят в нашей стране. Один завод будет заниматься ремонтом и техническим обслуживанием. Три завода будут производить вооружение. Так вот, первый завод запущен. Вскоре планируется запуск второго завода. Третий, четвертый уже на подходе. Они строятся. Об этом заявил директор этой компании Рейнметал Папергер. Армин Папергер. В интервью к нашей телепрограмме. Одной из телепрограмм. По его словам, до конца года на этом заводе будет выпущена первая партия БМП Линукс. Видите, тоже сборка. Я так понимаю, крупноузловая сборка на этом заводе. На данный момент мы обслуживаем боевые машины пехоты. Но также главные боевые танки. То есть, этот завод сегодня, который запущен, он ведет обслуживание леопардов. Первых, вторых, которые есть у нас. И БМП Мардер. Соответственно, собираются организовать сборку БМП Линкс. Это более новая БМП. Она идет на замену Мардеру. Так что, вполне возможно, что первые партии БМП будут поставлены именно в вооруженные силы Украины. Кстати, обратите внимание, ИРИСТЕ на вооружении есть, в наличии в Бундесвере нет. Все ИРИСТЕ с конвейера, все заходят в Украину. Причем в обоих модификациях, как тактического комплекса, так и среднего радиуса действия. Так что, он говорит, что поэтому это очень продуктивное совместное предприятие Украины и Рейнметалла. Директор Рейнметалл отметил, что компания владеет 51% акций этого предприятия. Он добавил также, что второй завод немецкой корпорации в стране уже на подходе. Всего на территории страны планируется строительство четырех заводов. Так что, ждем с нетерпением и дай бог, чтобы они... Да, там были заявления со стороны... Ну, Медведев там, видно, протрезвел, узнал такую новость, ему сообщили. У него сейчас горе, траур, спиртзаводы горят в Российской Федерации. Это уже пятый, пять спиртзаводов, три было на прошлой неделе и два уже сегодня ночью грохнули. Так что, для Медведева, видимо, трагедия национальная. Вот. И он пообещал разбомбить все заводы Рейнметалл на территории нашей страны. Как сказал Медведев, как и было обещано, мы с нетерпением ждем российского фейерверка на территории этих заводов. Вот. Но дело в том, что просто так никто не строит. Кстати, Байкарф, фирма турецкая, завершает строительство завода и скоро у нас с конвейера сойдут байрактары украинско-турецкого производства. Это будет совместный дрон. Там и новый тип дронов будет производиться, и реактивный дрон будет производиться с нашим двигателем. И, кстати, системы ПВО стоят самые лучшие. Хотя я думаю, даже в Российской Федерации мысли нет о том, чтобы ударить в сторону завода Байкар. Ну, а немецкое предприятие директор Рейнметалл заявил, что система ПВО надежная, ну и место расположения в заводах всех засекречено. Где они, никто не знает. Далее пошла реакция на поездку Бутиереша, который сегодня, к сожалению, величайшему занимает пост генерального секретаря ООН. И ручкается, и кланяется одного из главных преступников военных, мировых, Путину. Так вот, глава Министерства иностранных дел Литвы сделал заявление, если Бутиереш хочет подать в отставку, мы не будем его отговаривать. Такое заявление Ландсбергис, это министр иностранных дел, опубликовал в своем аккаунте в сети ХА или ИКС, ну бывший Твиттер. Кроме того, в комментарии местные СМИ он призвал генсека ООН признать, что тот совершил ошибку, отправившись в Россию на встречу с Путиным, но проигнорировав мирную конференцию по Украине в Швейцарии. Бутиереша больше не воспринимает как честного посредника, и если он решит уйти, мы, конечно, не будем теми, кто станет его отговаривать. Так написал вот этот Ландсбергис в литовских СМИ. Ну и Польша. В Польше, кстати, это не только Польша, это касается многих стран Европы. Рашистская Федерация решила активизировать работу своих спецслужб на территории европейских стран для расшатывания ситуации. Вот в Польше арестовали 4 человека по подозрению в диверсиях по заказу спецслужб Рашистской Федерации. Еще двух человек сейчас разыскивают. Накануне Агентство внутренней безопасности сообщило, что в польские спецслужбы отмечают активизацию диверсионных действий, направленных против Варшавы, против стран ЕС и стран НАТО. Они инициируются и координируются российскими спецслужбами. Вот такие события начинают происходить. Ну, партизанская война на территории Европейского Союза и НАТО Путином организовывается уже давно. И чем больше вводятся санкции, чем круче вводятся санкции, тем сильнее Путин пытается расшатывать ситуацию в этих странах. Тем больше диверсий пытаются совершить терактов, пытаются совершить расшатские спецслужбы на территории стран НАТО и территории европейских государств. Продолжение следует...